Ну шо, го ту трип, как говорится, да? Давайте-ка поговорим сегодня с вами про продукт Рэйди. В коллаборации с Никитой Смоки Трипом у нас здесь есть три аромата на нашем операционном столе. Редко когда бывают такие выпуски, когда мы про три аромата разговариваем. Если это, конечно, не партнеры, потому что что, правильно, продажная хуйня. Так вот. Я, честно говоря, до последнего почему-то по какой-то причине думал, что Никита будет делать что-то с бруска, но вышло что-то с Рэйди, что было для меня на самом деле большим удивлением. Но могу сказать так, ребят, маркетинговая компания была прикольная, интересная, подогрев к этой коллаборации. Но как только вы выпустили вот это вот Рэйди Гоу Ту Трип, ну, в принципе, все стало всем ясно. Я думаю, в принципе, на это и расчет и был. Но я, наверное, сторонник того, чтобы немного дольше поддержать интригу. У нас вышло в слайме в коллаборации три аромата. Это Джин Лайм, Лимон Тоник Лавандр и Савиньон Малина. Концепция всего этого однодневного путешествия. Хули я буду вам здесь по памяти рассказывать, у меня есть сообщение от Никиты. Никит, привет. Хотя нет, что-то я, походу, перепутал немножечко, походу, что-то не то. Я сказал, ну, Никита, в общем, мне тут рассказал про ароматику. Давайте вот сперва то, что говорил Никита, я вам зачитаю и потом выскажу свое мнение. Перед этим спасибо нашим партнерам. Концепик дизайн, японахука, скидка 10% по промокоду Ваня Забей на сайте производителей. Всем нашим табачным, бестабачным партнерам огромное спасибо. И уголечкам нашим тоже огромный респект. Есть на чем покурить, это круто. Теперь непосредственно по тому, что у нас лежит на столе. Лаванда, лимон, тоник. Это у нас в первую очередь лимонный тоник. С послевкусием лаванды или лавандой на фоне, или второй план лаванды. Иногда вылазит вперед, но все же это больше лимонный тоник с лавандой. Джин лайм, это больше история про коктейль. 0,5 стакан, 20 джина, 20 биттера и 60 содовый. Ну как, газировка лимон лайм. Вино малина, аромат кислого сухого вина с малиной. Малина такая, как будто ты вот прям просто пьешь вино и ешь малину. То есть она не должна быть супер яркой и на первом плане. Вот. И здесь сообщение от Никиты, типа, я тебе просто рассказал, как все это я вижу, чтобы у нас было понимание. А дальше можешь уже разъебывать все, как хочешь, хвалить, ругать и так далее. Так вот, давайте вообще в целом про продукт Рейди. Что это такое, откуда оно взялось? Это дочерка Бончи, насколько я понимаю. На рынке была представлена на Хакеша, на каком-то там уже очень-очень давно, с 10 или 12 ароматами на старте, которые, типа, в целом людям, ну, не то, чтобы прям сильно-то уши зашли. Рейди не то, чтобы ярко представлен на рынке. Я бы не сказал то, что Рейди этот там серьезный какой-то игрок и так далее. Рейди для меня лично продукт весьма, как бы так сказать, наверное, слабоватый, потому что, ну, я, наверное, уже прокуренная скотина, которая уже примозликалась к высокой крепости, к яркой перенасыщенной ароматике. Здесь такого вы можете не ждать. Ни крепости, ни перенасыщенной ароматики. Хотя вот у Никиты я бы сказал то, что местами очень даже неплохо получилось. В остальном все вкусы Рейди я бы не сказал, что это самое прикольное и классное, что вы можете купить на кальяном рынке в легком сегменте. При этом ценник я не знаю, какой на это все. Вот здесь пускай будет скринами, если я где-то это все дело найду. Вот. Рейди это легкий продукт, от которого вы не ждите крепости вообще. Здесь та же суета. Малину, к слову, я прокуриваю сегодня крайнюю чашку. Три до этого я покурил. Это четвертый. Тоже, в принципе, готов вам дать по ней вердикт, но уже в самом конце. Джин и лайм. Это, а нет, у нас третий. Давайте, конечно, сперва первый. Это у нас лимон, тоник, лаванда. Ребят, лаванды я здесь не нашел от слова совсем. Как Никита и сказал, то, что это в первую очередь как бы тоник. А уже потом где-то там, что-то там, как будто бы и как же я был удивился и каково же было мое удивление, что это хороший, неплохой цитрусовый битер. Это не прям супер ярко, не прям супер перенасыщенно. То есть, если вы захотите использовать данный аромат в миксах, где вам потребуется лимонный тоник, здесь 100% 60% нужно будет добавлять, чтобы он никуда не потерялся. Но в целом, в соло покурить это очень даже неплохая история. То есть, мне она зашла, ненапряжный, легкий, цитрусовый, понятный битер. Джин лайм здесь. Хотелось очень сильно, чтобы джин прям хуячил во все стороны, по мне. И не сказал бы, что джина я здесь не нашел, но я здесь не нашел резкой алкогольности. Которая, по идее, ну вроде бы как присуща ароматам с джинами, тем более там можжевеловая история. Не то, чтобы прям сильно оно здесь есть, но оно тут присутствует. Скажем так, то, что это очень спокойный аромат. Прям вот да нельзя спокойно. Еще, кстати, хочется отметить, что вот до этого реди весь, который я брал, он у меня горел, блядь, безбожно. Я кое-как намаздыкался, блядь, его делать на турках, там кое-как плавненько его прогревать, снимать уголь. Ставить один вовнутрь, один на бортик и вот так это курилось и оно не горело. Здесь все курица абсолютно нормально, на колодке концертика с тремя углями под колпаком грелось 10 минут. Хуй знает как так. Джин лайм вполне себе неплохо, но не сказал бы, что это пушка. Даже вот типа лимонный тоник с лавандой стал бы вот сюда вперед. И теперь салвиньон малина. Что это такое? На прямотоке. Это действительно напоминает легкое ягодное венцо. С легкой сухостью, с этим здесь вообще, ребят, не накосячили. Салвиньон малина, как по мне, самый удачный аромат из всего того, что вышло. То есть, если мы берем в порядке топов, то салвиньон малина топ, лимон, тоник, лаванда неплохо. Джин лайм тоже хорошо, но мне вот чуть-чуть не хватило в нем по насыщенности. Вот здесь ягодки и вино в хорошем балансе, неплохо. Это в целом очень хорошо курица и здесь все меня в принципе в нем устраивает. При этом на фанеле у вас выдается именно первым планом как раз таки именно малинка. То есть, вино теряется нахуй, зато при этом малина очень даже неплохая. На прямоточке же появляется вот эта вот легкая-легкая абсолютно хрень с привкусом венца. И где-то там далеко уже у нас малинка. Хотя, возможно, то, что типа грелось на минут 10 до того, как оно дымить хотя бы нормально начало. Но в целом эта курица приятная. Мне нравится, как эта курица. Вот. Теперь небольшой. Я тоже здесь не буду говорить о том, что там типа я вам не рекомендую. Сказала бы, рекомендую обязательно пойти, найти, попробовать. Обязательно это надо купить и попробовать по одной простой причине. Давайте я сейчас здесь разгоню о том, почему это стоит пробовать. У нас есть крупные ребята, блогеры. Очень крупные. То есть, ну, понятное дело, про кого идет речь. У нас есть Deus, у нас есть Hype, у нас есть Fake, наверное, у Славы можно туда же. У Славы есть там коллабы с овердозом, с Blackburn и так далее. Эти продукты и без нас пойдут и попробуют. То есть, не нужно будет никого силком тащить, никого уговаривать. Все и так возьмут это попробовать. Ready продукт относительно новый на рынке. Это первое. Для того, чтобы понять, ваше оно или не ваше, вот рекомендую как раз вот с этих трех ароматов начинать. Потому что вот это мне показалось даже вот из всего Ready, который выпущен, это самое адекватное, что было выпущено. И по мне это хорошо то, что это идет сразу с кем-то из индустрии. Это первое. Второй момент. Никита, насколько я знаю, ну, он фотографировал, у него там в Нильзаграме вся история есть. То есть, типа, ну, Никита вообще, насколько я понял, фото в Телеграме и Телеграм-канал новостной у Никиты есть. Смоки Трип. Переходим, смотрим, если надо. Ссылочки есть в описании. Вот. И когда компания крупная, ну, типа, если можно так сказать, то, что Boncho у нас же достаточно крупная компания, ее дочерка Рэдди приходит к Телеграм-каналу и делает коллабы с Телеграм-каналом. И, собственно говоря, таким образом ее упаковывает. А бокс был достаточно интересным. В целом, вообще, сама идея коллаборации весьма прикольная. То есть, однодневное путешествие с друзьями, какие-то коктейльчики, это интересно. Тем более, алкогольная тематика мне близка. Возможно, многим из вас близка. Или, возможно, кто-то там алкоголь не пьет, но вот хотелось бы там что-то алкогольное покурить. То есть, поддержка больше от вас здесь нужна. В том плане, что не каждый день такое в нашей сфере происходит. Когда, опять же, компания приходит к Телеграм-каналу и такая, типа, гость сделаем, всегда компания смотрит на дальнейший результат. То есть, если это приносит определенного рода профит, если люди начинают этим интересоваться, это круто. Компания продолжает развиваться в этом направлении. Возможно, Никита выпустит с ними еще там дополнительный пол вкусов. Либо еще какая-то компания обратит на другие Телеграм-каналы, на другие Телеграм-каналы внимания. Вот. Это история, которую нужно поддерживать, на мой взгляд. Вы уже думаете сами, решаете сами. Повторюсь, это не самое яркое, что вы можете покурить. По крепости, для меня лично, это очень легкий продукт. Это максимально легкий продукт, наряду где-то с белым спектрумом, плюс-минус вот в той крепости это и есть. Если вас такая крепость устраивает, если вы хотите что-то ненапряжное, не суперперенасыщенное, не суперяркое, при этом с легкой алкогольной ноткой, ну, если мы уберем, конечно, вот так и возьмем этих двоих, то почему бы и нет? Возьмите и попробуйте. Это интересно. Вот, Никита, тебе огромный респект за проделанную работу. Красавчик, гордимся, уважаем. Компании Reddit тоже огромный респект. Решили, пришли, рискнули. Как бы вот, получился интересный продукт. Опять же, без обид компания Reddit, но это действительно самое лучшее, что вы выпускали вообще в своей линейке. В целом, до этого я курил все и как бы обзора нет. Не потому, что мы с вами договорились на обзор и как бы, ну, как-то все мы до сих пор никак не сконнектимся на всю вашу линейку, а потому что вы уже прислали достаточно, но там, честно говоря, обозревать-то толком нечего. Ну, типа, я вообще ничего не понял. Оно либо горит, либо не курится. Варианта два. Вот. Пойдите вот в этом направлении. Возможно, тут как бы вы своей коллабой добьетесь успеха для своей компании, немножко переработаете основную линейку и у вас будет что-то лучшее, чем есть что-то на данный момент в основной линейке. И здесь все хорошо. Никит, ты тоже там по традиции. Мне там зайка прилетела, хуйняша, мне занесли. Ты тоже там эту карту знаешь? Занесешь, короче. Вот. И там на свое усмотрение. Вот. Спасибо ребятам. Спасибо Никите. Спасибо Рэдди. И спасибо тебе, мой друг. И как всегда, по нашей старой, доброй, уже давно сложившейся, мы с тобой увидимся где? Правильно. В следующем видосе. Субтитры сделал DimaTorzok